Иосиф Дмитриев Трер до последних дней искренне и верно служил своему юному зрителю. И в память об этом останутся его постановки. До последней премьеры мастер не дожил всего двух дней, но она состоялась. Азам Лавей – фантазийная пьеса по мотивам сказки Михаила Желтова «Волшебные силы». Спектакль о том, как важно хранить традиции, ощущать принадлежность к единому целому, чувствовать поддержку своего этноса, рода, семьи. Премьера состоялась в рамках третьего межрегионального фестиваля национальных тюзов, молодежных и драматических театров «Сказочная палитра». Редко такие люди бывают. Очень плохо сейчас театру, очень сложно. Но мы не стали прерывать и фестиваль, это его детище, мы будем продолжать. Иосиф Дмитриев был человеком необыкновенной силы духа. Его карьера складывалась далеко не безоблачно. В 90-е он даже вынужден был уехать на время из Чувашия. В последние годы тяжело болел. Но, судя по всему, источником его вдохновения служили как раз волшебные силы. Я бы сказала, что он был человеком возрождения. Когда мы видим целую плеяду, во время возрождения это было, как целая плеяда людей, которые были развиты очень многосторонне, очень многогранные личности. И вот папа был таким. Он был и поэтом, и переводчиком, полиглотом, художником. Он был драматургом, писателем, режиссером, актером, киноактером. То есть он успел проявить себя во всем. Последняя постановка Иосифа Александровича стала его завещанием коллегам, друзьям, зрителям и всем, кто когда-либо задумывался о проблемах глобализации, о вере и верности, о духовном родстве. Собственно, эти и другие нравственные вопросы он неизменно поднимал и во всех своих спектаклях, и в общении с людьми. Он всегда находил на все мои вопросы, пусть это по жизни, пусть это по творчеству, всегда у него были ответы, всегда. Работать мне было с ним очень интересно. Он был необыкновенно, неординарно, вообще кладезь всего. И я считаю, что осиротели не только близкие, не только я, не только театр и виновые зрители с уходом его, но и наша республика. Иосиф Дмитриев оставил и богатое поэтическое наследие. Кроме собственных стихов, им переведены и изданные произведения Кристиана Лундберга, Люкаса Свенсена, Карла Микаэля Бельмана, Анны Хальстрём, других скандинавских авторов. Он автор нескольких искусствоведческих трудов, посвященных этнотеатральным формам чувашских обрядов. Я такого, как Иосиф, человека, настолько глубоко, проникновенно, знающего все закоулки народной жизни, души народной, и так болеющего за свой народ, за будущее своего народа, за будущее культуры, искусства. Вот для меня это удивительно, уникальный человек, вот единственный из всех моих хороших друзей. Безграничная любовь и глубокое уважение к своему народу. Такую память оставил о себе Иосиф Дмитриев Трер, человек, чье имя связано с театром юного зрителя, так же, как и имя Михаила Сеспили. Продолжение следует...